Нет ничего страшнее отчаянных, теория без практики мертва, солдаты в мирное время на войне. Все эти знаменитые высказывания, давно закрепившиеся в нашем устном обиходе, не просто народная мудрость. Они принадлежат знаменитому полководцу-военачальнику, преданному воину своего отечества Александру Васильевичу Суворову. Самые известные цитаты, также информация о жизни и службе генералиссимуса. Его портреты, генеалогическое древо, история мемориального музея и ордена стали элементами большой экспозиции, распахнувшей свои двери в Российском центре науки и культуры. Имя его бессмертно, до сих пор он остается в памяти народной. Наверное, нет такого человека, который бы не знал имя Александра Васильевича Суворова. Буквально неделю назад на Кобринской земле, где есть военно-исторический музей имени Александра Васильевича Суворова, где есть его домик, в котором он проживал, мы отмечали эту юбилейную дату широкой международной конференции, в которой принимали участие и болгары, и молдаване, и русские, и белорусы. Это были историки, общественные деятели, которые вспоминали Александра Васильевича не только с точки зрения его военных достижений, с точки зрения его гуманистических, нравственных, духовных ценностей. Выставку из фондов Государственного мемориального музея Суворова Санкт-Петербурга удачно дополнили экспонаты аналогичного учреждения Кобрина. Экспозиция проливает свет на малоизвестные факты из жизни полководца, а также дает понимание его принципов и идеалов. Я любитель истории, но уже для себя кое-что увидел новое, что-то познавательное. Я думаю, тот, кто придет сюда в Российский центр науки и культуры, конечно, узнает много интересного. Он еще раз прославил и Россию, и русскую армию, ну и себя, конечно, в истории. Поэтому, скажем, вот это пример современной молодежи, что не плыть по течению, а всегда быть хозяином своей судьбы. Имя Александра Суворова для народов России и Беларуси является частью общей истории, а его военные и педагогические заслуги признаны во всем мире. В этом году его имя звучит особенно. В 2020-м исполняется ровно 290 лет со дня его рождения. Этому событию было и будет посвящено много тематических мероприятий. Выставка же в Российском центре науки и культуры будет представлена для обозрения до конца года. Субтитры создавал DimaTorzok